Книга «Открытым оком», третий том, тема «Деньги», вопрос 1176. Разве плохо быть богатым? Ведь можно быть богатым и честным. Почему стремиться к богатству, признаётся Запорог? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Священное Писание не осуждает богатство и показывает нам на страницах Библии очень богатых людей, которые спаслись, угодив Богу. Авраам, Иов, Давид, жития святых сохранили память о благочестивых царях и князьях. Но все эти люди были щедры на милостыню, и нет нигде в их биографиях даже намёка на то, что они хитростью и обманом получили своё состояние. У богатого много забот, а значит, не так много времени для заботы о своей душе. Лично я хотел бы иметь богатых людей в близких отношениях, и такие люди мне, по милости Божией, всё же встречались. Я давал им понять, что могу помочь им отправить их деньги на небо через их милостыню для детского лагеря, но если бы мне предложили быть хозяином их имения и приумножать его, то я бы немедленно отказался от этого. Даже добрых, богатых людей мне всегда искренне жаль, в какой круговерте забот они находятся, и всё ли у них честно. Помоги, Господи, добрым, богатым людям, и выведи их на меня. Святитель Христов Никола Чудотворец, пошли мне денег на издание книг. Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне сил у тебя подчеркнуть. Если в сердце сомнений войдёт целый сон и уныния заснуть не даёт, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнёт. Если слышишь, что я недовольна судьбой и ропщу на себя и других, Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плохих. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях, в слезах предом тобой, Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости, и омой. Когда время придёт мне расстаться с землёй и оставить всю жизнь позади, Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покой меня вечный введи. Вера Кошнер